Все страны и члены Евросоюза полностью согласны с тем, что Украине нужно предоставить статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. В то же время дискуссии о формате окончательного решения еще продолжаются. У каждой страны ЕС есть возможность прописать дополнительные условия. Напомним, окончательное решение объявит Европейский совет на саммите 23-24 июня. 27 лидеров государств Евросоюза должны единогласно высказаться за получение статуса Украины. Итак, каковы же шансы, чтобы с рекомендательного мы получили фактический статус кандидата в ЕС? Эту тему обсудим с Владимиром Ельченко, с нами на связи чрезвычайный полномочный посол Украины в США в 2020-2021 годах и постоянный представитель Украины при ООН с 2015 по 2019 годы. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас. Итак, Владимир, вот это такое предварительное согласие всех стран ЕС, предоставление Украине статуса кандидата. Как вы прокомментируете, гарантирует ли оно, что через несколько дней мы получим положительное в целом решение на саммите и получим статус кандидата в ЕС? Я думаю, что безусловно гарантирует, никаких сомнений тут уже нет. Нет, понимаете, это брюссельская бюрократия, она по-другому не работает. Если уже Урсула фонда Лайден об этом объявила, то я уверен, не сомневаюсь в том, что это решение уже предварительно было, вернее, эта рекомендация была согласована, по крайней мере, с основными, самыми крупными влиятельными странами Европейского Союза, и решение будет, безусловно, положительное. Ну, а те условия, о которых сейчас говорят, что каждая страна имеет свое право оговорить какие-то условия, понимаете, в любом случае нам эти условия должны будут выполнить для того, чтобы стать полноценными членами Европейского Союза. Так что, мне кажется, лучше раньше, чем позже. То есть, то, что будет прописано, ну, да, тем более, что все прекрасно об этих условиях знают. Это Копенгагенские критерии, о которых говорят уже не один десяток лет. Мы давно к этому идем. Последний пример того, что мы стремимся и будем им соответствовать, это вчерашняя ратификация Верховной Рады Украины Стамбульской Конвенции, где, думаю, что будут еще шаги, сделаны до саммит Европейского Союза, ну, и потом, естественно, после него. Это большая домашняя работа, это сотни, если не тысячи страниц текста убористого, будут работать эксперты, нам надо будет много чего еще менять в нашем законодательстве, но это уже вопрос только времени и желания. А желание сегодня есть. И главное, это вот о неимоверной консолидации украинского общества и вообще всех украинцев. То есть вот это, ну, если можно сказать, плюс этой войны в том, что он нас объединил, консолидирован, и вот те вещи, за которые стояли люди еще на Евромайдане, они сегодня еще раз отстаиваются. Я думаю, что никаких сомнений у Европы и у граждан европейских стран уже нет в том, что Украина действительно искренне стремится стать членом европейской семьи. Но некоторые сомнения все же были, мы не знаем, определенный скепсис отдельных стран, Нидерланды, Дания и в частности Венгрия, но вот накануне поддержал предоставление Украине статуса кандидата личный премьер-министр этой страны Орбан, и после этого даже Владимир Зеленский пригласил его в гости в Украину. Что могло произойти? Почему он приятно и поменял свое мнение, свою позицию? Ну, вы знаете, при всем таком странном и удивительном отношении Орбана ко многим вещам, которые касаются Украины, но все-таки это опытный политик, он не может не понимать того, что оставаться в изоляции или вообще на одиночке, то есть остаться с мнением против этого, тем более, что никаких оснований для этого формальных нет. То есть, ну, как сосед Украины, Орбан и Венгрия как раз понимают, и думаю, что они лучше знают, что происходит в Украине, чем, ну, так более далекие от нас страны в Западной Европе, так что, честно говоря, меня это не удивляет. А что касается основных остальных евроскептиков, таких, как вы назвали, Индерланды, Дания, Австрия еще есть, они просто, ну, тоже, наверное, не решились оказаться в изоляции, потому что какие бы у них не были там оговорки или условия дополнительные, все-таки эти страны смотрят на более крупных своих соседей, и ключевым, мне кажется, было вот окончательное решение, ну, трех самых крупных стран и самых влиятельных Европейского Союза, а именно Шольца, Макрона и Драги, то есть Германии, Франции и Италии, которые посетили очень вовремя Киев, Ерпень. Ну, это уже связано больше было с войной, но, безусловно, они должны были вернуться из Украины вот с таким четким месседжем в пользу Украины, ну, иначе бы просто их не поняли бы, в первую очередь, граждане их собственных стран. Потому что я хочу напомнить о том, что как раз вот в Италии, Франции и Германии общественное мнение, ну, где-то там от 60 до 80, если не более процентов, в соответствии с последними опросами общественного мнения, они выступали за то, чтобы Украина не просто получила статус как кандидата, а вопрос подбился таким образом, видите ли вы Украину в составе Европейского Союза? И они ответили да. Поэтому общественное мнение, знаете, в странах Западной Европы играет очень большую роль. И поэтому вот эти три лидера, они не могут его игнорировать. Они приехали, они убедились, они услышали вот нашего президента, его заверения, наверное, были какие-то вещи сказаны, которые они ожидали, о том, что мы еще хотим сделать и можем сделать и сделаем в плане евроинтеграции. И вот благодаря этому был достигнут такой результат. Ну и, конечно же, нельзя преуменьшать усилия, значение, роль тех усилий, которые сыграла украинская дипломатия, ну и, конечно же, руководство Украины. Президент лично, министры на страны дел Украины, Кулеба, заместители министра, вице-премьер, курирующий, и многие министры, они же, в общем-то, в последние недели не выезжали из Европы, объезжали все крупные столицы. Плюс еще наши депутаты. Я думаю, что вот это то, о чем я хотел и сказать, и уже, в общем-то, честно, сказал, что вот это вот такое единение украинцев и власти, и людей простых, вот в плане европейского будущего, оно сыграло свою, мне кажется, самую решающую роль. Ну и друзья Украины, тот же президент Польши, который тоже проводил огромную работу и встречался, и проводил консультации с теми странами, которые высказывали определенный скепсис. То есть все это в совокупности. Будем надеяться, через несколько дней нам принесет действительно, фактически уже статус кандидата в ЕС. Да, безусловно, я об этом тоже хотел бы сказать, было бы неправильно об этом забыть или упустить, что, конечно же, наши друзья, это прежде всего Польша, да и вообще наши соседи, странные палки, это те страны, которые за нас тоже борются, потому что они, как никто другой, знают цену этому, они все вступили в ЕС действительно недавно, и они, как никто, понимают и значение этого, и те трудности, которые стоят на этом пути. И они уверены в том, что Украина этот путь пройдет успешно. Еще одну тему мы хотели с вами обсудить. Путин собрался к Лукашенко. Это первая зарубежная поездка российского диктатора с начала войны в Украине. Вы были послом Украины в Москве. Что можете сказать? О чем эти двое могут говорить? И чего нам опасаться? Ну, знаете, я думаю, что все, чего мы могли опасаться, уже случилось 24 февраля. Я думаю, что больше нам опасаться уже нечего. Мы прекрасно понимаем, не знаем, чего ожидать от этих двух людей. Ну, Лукашенко, знаете, это вообще отработанный материал, то есть я у него никакого будущего вообще не вижу. Он полностью лег под Россию, не грязь от тех квази-выборок президентских и так далее, все то, что произошло в Белоруссии. Ну, а то, что Путин посещает Минск, ну, ведь это еще раз предусматривает то, что его, собственно, не идея видеть не хотят, кроме Белоруссии. Ну, а если учесть, знаете, даже до войны, вот об этом мало кто знает, вернее, знают многие, но не уделяют этому особому вниманию, ведь между этими двумя странами, имея в виду Россию и Белоруссию, существует союзный договор, то есть союзное государство. Так вот, если внимательно почитать текст самого договора, вот, что, я думаю, немногие, так сказать, делали, вот, там же вообще получается, что в Белоруссии нет, собственно, ни внешней политики, ни оборонной политики, то есть там все определяется, как бы двумя странами вместе, но на самом деле мы, как раз так... Полностью зависимы от России. Да, какой из этих двух все определяется. Поэтому, собственно, а куда еще Путину ехать? После того, как его вот так красиво и нежно опустил президент Казахстана Такаев, вот, ведь он сказал не только о том, что Казахстан не готов признавать ЛНР и ДНР, он еще сказал и о санкциях, которые надо выполнять, где не будет Казахстан идти против санкций. То есть, ну, знаете, наверное, более близкого государства к России после Белоруссии, чем Казахстан, найти сложно. То есть, теперь уже, ну, кроме Белоруссии, вообще никого не осталось. Ну, еще можно съездить с визитом, наверное, в Осетию, в Южную и в Абхазию. Но я сомневаюсь. Куда еще можно? Да, еще в Донецк можно съездить, но туда страшно ехать. Но это пока. Да, пока. Ну, есть еще Сирия, есть Северная Корея, Эритрия и так далее, Венесуэлла. Это все далеко. То есть, это еще раз в том, что Путин находится в полнейшей международной изоляции, и кроме Минска его нигде никто видеть не хочет. Что бы он ни рассказывал там на своих эфирах, и в интервью, и на Петербургском экономическом форуме, это жалкое выступление ни о чем. Знаете, он мне напомнил какие-то выступления там 22-го, даже не 25-го съезда КПСС, а 22-го. Ну, еще можно было там о культе личности рассказать что-то. То есть, это даже не вчерашний, но вообще позавчерашний день. То есть, человек живет в совершенно выдуманном мире. Вот в Минске он этот мир встретит, ему он будет приятен. Что ж, спасибо. Владимир Ельченко был с нами на связи. Спасибо вам огромное. Субтитры сделал DimaTorzok